Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить с вами о диабете. Диабете, в первую очередь, второго типа, но также, я думаю, что зацепим и первый. Будем читать учебник врача. Я думаю, что научимся дифференцировать с вами диабет. И отдельно диабет дифференцировать важно, соответственно, от процессов ожирения, потому что не обязательно диабет может протекать именно как, соответственно, только вот ожирение, как у людей ассоциируется, что диабет – это обязательно набор лишнего веса. Нет, это не так, дорогие друзья. Бывает, что диабет может протекать скрыто, и в некоторых случаях диабет, наоборот, может формировать даже некую степень остыни. Что для нас главное понимать, что, соответственно, нужно абстрагироваться от тех стереотипов о диабете, неважно, первый или второй, который вы слышали и знаете. Например, там кто-то владеет стереотипом, что обязательно при диабете нужно колоть инсулин. Вот неважно, какой у вас первый или второй, дорогие друзья, только при диабете первым колется инсулин. Второй диабет на данный момент колет инсулин только в поликлиниках, только при выраженной гипергликемии. Но это такое себе занятие. И на самом деле существует, мы об этом будем говорить и в учебнике, существует огромный ряд количества препаратов, которым можно обойтись без инъекции экзогенного инсулина. Но, конечно, у нас существует с другой стороны состояние, которое могут угрожать уже жизни пациента. И мы тогда действительно введем какое-то количество экзогенного инсулина. Но это будет скорее какие-то такие мероприятия однократные или довольно нечастые. Ну, там может быть пару дней подержать его можно инсулине. Но при втором диабете пожизненно назначать инсулина, я такие случаи встречал, к сожалению, на территории России, что пациентам в России назначали пожизненно при диагнозе диабет второго типа инсулина. Это, конечно, в корне неправильно и неверно. Почему так? Соответственно, мы с вами поговорим, прочитаем официальный учебник, который сама же и, соответственно, в Российской Федерации принят официально на сегодняшний день. И, конечно же, соответственно, он американцами и европейцами. Это, наверное, единственная вот эта вот энциклопедия, так скажем, эндокринологии. Она принята и одобрена всеми. Поэтому я ее, в общем-то, и взял за пример. Поэтому очень сложно ее оспорить, да, и, наверное, одна из причин, о которой я с вами стал говорить об учебниках, да, периодически вызываемые споры у пациентов, почему я те или иные вещи, допустим, утверждаю. И я всегда говорю, делаю какую-то отсылку на источник, но, видимо, это не так как-то воспринимается. Поэтому я думаю, что, ну, если даже человек спорит с этим учебником, это уже показывает интеллект этого человека. Потому что как можно спорить с учебником, которым пользуются не только даже в нашей стране, да, Минздравом одобрен, но и, соответственно, в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Но это просто бессмысленно, потому что это базовая база. Если там сказано так, значит, это действительно так на сегодняшний, по крайней мере, день. Вот. Наука движется вперед. Небольшие изменения могут произойти ежедневно. Но, тем не менее, о, так скажем, том, чем различается первый диабет и второй диабет, мы будем с вами говорить, это не поменяется никогда. То есть эти определения, они будут строгими. И то, как вы это услышите, это будет действительно так. Также напомню, что с вторым диабетом, да и с первым тоже, у нас люди в рисках гиперхолестерина мии. А гиперхолестерина мии из этого же учебника мы отдельно сняли видео. И, соответственно, как бы, наверное, если вам эта тема более интересна, интересно, как формируется сам холестерин. Если вам интересно, как формируется, соответственно, у нас хороший холестерин, плохой триглицериды, зачем это все нужно. Также, если вам интересно, зачем пить омегу-3 и лицетин, там, соответственно, все это изучено, обучено, все метаболические процессы, все мы обговорили. И это, опять же, не с потолка, это академические, соответственно, книги, которые, повторюсь, оспорить, ну, как-то крайне-крайне сложно. Вот. Фактически, так скажем, наверное, это все, что я хотел сказать. Еще напомню, что также для нас важно другие метаболические состояния, да, дифференцировать от второго диабета и не мешать, так скажем, постное с пресным. Так как, например, у нас есть такая вещь, которая может дать похожую клинику, допустим, мужчин, это вторичный гипогонадизм, о котором мы читали тоже другой учебник, российский, уже учебник российских авторов. Соответственно, вы можете перейти в ссылочки в описании и прочитать. Вот очень часто путают вторичный гипогонадизм и второй диабет у мужчин, когда пациенты сами читают, соответственно, в интернете, и получается такая гонка. Один человек прочитал симптомы второго диабета, другой человек прочитал симптомы вторичного гипогонадизма. Симптоматика бывает похожа, может быть какая-то некая отечность, может быть, соответственно, какие-то вещи, соответственно, связанные с упадком сил, да, и так далее. Вот, и то и другое может проистекать вместе еще. Поэтому для нас важно понимать, когда оно проистекает вместе, это метаболический синдром, это уже мы лечим и то, и другое, и третье. Когда они отдельные, мы ни в коем случае не должны лечить второй диабет как вторичный гипогонадодизм и лечить вторичный гипогонадодизм как второй диабет. Вот, это разные вещи. Чтобы это дифференцировать, это делается очень просто. Соответственно, мы должны сделать анализы на индекс хомо-аритинсулинглюкоза, мы должны сделать анализы на лютонизирующий фолликулостимулирующий, на ГСПГ и на тестерон общий свободный. И, соответственно, вот, посмотреть как минимум наш уровень андрогенов мужских, вот, и посмотреть наш, соответственно, уровень инсулина, сахара, как минимум, и смотреть, соответственно, что из этого изменилось. То есть, естественно, в концепции в этой неплохо сдать остальные андрогены, такие как прогестерон. Прогестерон может повышать инсулин. И, конечно, в этой концепции очень неплохо сдать, соответственно, нам эстрадиол и пролактин. Ну, об этом я говорил во многих своих видео, на самом деле, там и другие анализы можно посмотреть, но это то, что я сейчас озвучил, это база. Для чего я это говорю? Очень важно понимать, что даже сколько бы там ни написали дальше в учебнике, очень важно для нас дифференцировать, что помимо второго диабета может быть вторичный гипогонадотизм, могут быть, соответственно, у нас также и гиперпрогестеронами, и гипопрогестеронами у женщин. И у женщин огромное количество там гипоэстрогеновых женщин, огромное количество женщин с низким тестостероном. Это вообще классика жанра, когда надпочечники у женщин не дорабатывают сомливость, усталость. Она думает, что у нее второй диабет. Или у нее второй диабет, а она думает, что это там надпочечниковая недостаточность. То есть здесь надо это дифференцировать. Либо это все идет вместе, либо по отдельности. Это сделать можно только по анализам. Только сегодня был у меня пациент, у кого жена самостоятельно, они вместе с женой начали принимать экзогенный тестостерон. И хорошо, что не нанесли себе какого-то серьезного вреда. Но просто так, без анализов, без того глубокого погружения в свой анамнез, и без глубоких, соответственно, понимания биохимии, сложно разобраться с вопросами лечения. Потому что я знаю, что все пациенты, так или иначе, вы хотите проконтролировать вашего лечащего специалиста. Вы хотите проконтролировать самостоятельно динамику собственного лечения, в первую очередь. А без базовых знаний этого сделать просто нельзя. Именно для этого я выбрал именно этот учебник. Он и самый простой одновременно. Это то, что можно изучить самостоятельно. И хотя бы хоть как-то, даже если какая-то часть слов вам непонятна, но все равно вы хотя бы частично в это вникнете. Но если в это не вникать и судить, допустим, ну просто по отекам. Вот я сейчас, например, у меня сейчас идет ремонт, и, конечно, качество моей пищи испортилось, и поглощаю я огромное количество и натрия, и прочего. И, конечно, это сказывается, допустим, на лице, на отеках. Можно посмотреть, когда у меня чистая еда, и мое лицо, да, в моих же видео отследить другое лицо, да. Да, вот, плюс я все-таки такой, как немножко аллергик. Вот, и тут же отображается на лице. Но, допустим, я могу сказать, что несколько лет назад у меня была проблема с гиперинсулиномини, вот, гиперинсулиномизмом по-другому. Вот, в этом учебнике, кстати, это гиперинсулиномизм будет именно называться. И, естественно, была инсулинорезистентность, была повышенная глюкоза. И тоже лицо было отечным. И когда, допустим, человек встает и видит отечное лицо, и он гуглит это в гугле, рандомно может быть огромное количество вам заболеваний, выданных от напочечников до, соответственно, диабетов, и до вторичного гиперинсулизма, и до аллергии, и до нарушения ЖКТ, и все это будут отеки. И очень важно не пить что-то наобу, а дифференцировать, какие именно у вас проблемы. Вот такая вот история, дорогие друзья. Ну что, я думаю, что мы можем перейти к учебнику. Заваривайте чаечек, стругайте огурчики, а мы начинаем. Клинический синдром сахарного диабета включает нарушение обмена веществ с гипергликемией, обусловленной абсолютной недостаточностью инсулина или ослаблением его биологических эффектов, либо того и другого. Вместе, дорогие друзья. Сахарный диабет издавна классифицировали в соответствии с возрастом. Появление его симптомов молодым или зрелым в 1979-м группа по изучению диабета Национального института здоровья НИЗ США предложила разделить сахарный диабет на два основных типа «Инсулино-зависимый» и «Инсулино-независимый». Однако, по мере расширения сведений о патогенезе и идеологии сахарного диабета, эта терапевтическая классификация перестала удовлетворять исследователей и врачей. Вот на 1997-м году Международный комитет диабетологов внес некоторые изменения в классификацию диабета, которые были одобрены Американской диабетической ассоциацией. Далее, дорогие друзья, приводится таблица. Полностью ее зачитывать не буду. Я думаю, что вы ее увидите сейчас на экранах. Но основную суть какую нужно понять. У нас может быть аутоиммунный диабет, идиопатический диабет, генетические нарушения. Это целый список мутаций генов. То есть, даже ни один ген и ни одно генетическое нарушение может привести к сахарному диабету. Значит, потом отдельным слоем у нас идет и нарушение генетической бета-клеток, и нарушение, соответственно, действия инсулина. Вплоть до инсулинорезистентности. Есть такая инсулинорезистентность А-типа. Ну, то есть, конечно же, мы далее будем все это дело разбирать. Все зависит от ваших комментариев. Но если вам понравится, будем разбирать. Потом не забываем, что на уровне травм различных появлений опухолей тоже, соответственно, может все эти дела произойти. Значит, и вот, допустим, самое интересное, ну, как для меня, соответственно, по эндокринологии, эндокринопатии. И тут идет и синдром Кушинга, и глюкономы, и гипертиривозы идут, и самата статиномы, и альдростронизм. Тут, правда, указано альдостерома. Ну, в общем, косвенно альдростронизм первичный и вторичный. Тоже это отдельная тема. В надпочтниках, надеюсь, что разберем. В общем, тоже все это взаимосвязано. Инфекции могут вызывать. Так, указаны отдельным слоем редкие аутоиммунные заболевания. Ну, и снова генетические заболевания уже, соответственно, синдром Дауна, допустим. Вот, и так далее. Все, я думаю, что далее у нас будет разбираться, насколько я помню. И логичнее, наверное, разбирать дифференцированно каждый пункт более подробно. Поэтому просто с табличкой предлагаю вам ознакомиться, которая сейчас на экране. Ну и далее, что по диабету. Значит, далее нам говорят, что эти изменения сводятся к следующему. Исключены термины инсулино-зависимый и инсулино-независимый сахарный диабет и их акронимы, поскольку они предполагают фармакологический, а не этиологический подход к классификации. Ну, здесь для обывателя я объясню, что как бы здесь не вот у нас инсулино-зависимый диабет теперь пропал, как многие могут подумать, что же произошло. Мы просто используем другие термины, дабы не уводить врачей в заблуждение, да, и не чтобы у них не ассоциировалось это, ну, только с применением, допустим, и не применением инсулина. То есть, мы стараемся на ситуацию глубже смотреть путем замены этих терминов. Для обывателя, в принципе, ничего не поменялось, а вот для врача поменялось в корне. То есть, потому что, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот, и вот это на самом деле очень важно называть все своими именами. И вот я очень часто снимаю про качков, и из-за того, что качки все выдумывают и придумывают, у них там свой спектр диагнозов выдуманной, там, декадийки и прочее. У них, в общем, целый мир свой собственный. И периодически они умирают. Вот, почему? Потому что они типа пытаются быть врачами, типа пытаются там как-то самостоятельно лечиться, что-то делать, типа пытаются самостоятельно что-то разбирать, но не пользуются академическими учебниками. Соответственно, каша в голове, ну, равно каша в здоровье. Чтобы этой каши не было, у нас периодический, ну, вот происходят вот такие изменения. И мы говорим, давайте будем пользоваться более, соответственно, точной терминологией, чтобы, не дай бог, специалиста не ввести какое-то умозаключение неверное, да, ассоциативное. Почему еще это важно? Именно с терминологии начинается клиническое мышление. И несмотря на то, что мы знаем очень много, соответственно, казалось бы, там эндокринологии, медицине, такие мы все развитые, передовые, технологичные люди, да. Но, тем не менее, пока ни один искусственный интеллект и никто не заменил клиническое мышление специалиста. А клиническое мышление специалиста, оно правильное, зависит только, только, исключительно от того, как он в голове это выстраивает и какие термины в том числе берет. Если он проведет неверную терминологию из-за неверных ассоциаций, то будет проблема в лечении. Поэтому, вот, чтобы такого не было, и вносятся обычно такие изменения. Тип диабета обозначается арабскими, а не римскими цифрами 1-2. Более чем в 95% случаев сахарного диабета первого типа. Деструкция бета-клеток, панкреатических островков, обусловлена аутоиммунными процессами и менее чем в 5% является идиопатической. Больные с сахарным диабетом первого типа, как правило, склонны к развитию диабетического кета-ацидоза. И нуждаются в заместительной терапии инсулином. Гораздо более распространен сахарный диабет второго типа, который представляет собой гетерогенное состояние. Изменения, лежащие в основе, колеблются от дисфункции бета-клеток до инсулинорезистентности с нарушением компенсаторной секреции инсулина. Самое интересное. Сначала разберем сахарный диабет первого типа. Эта форма сахарного диабета более чем в 90% случаев обусловлена аутоиммунной агрессией против островков аппарата поджелудочной железы. У одних больных бета-клетки погибают достаточно быстро, у других медленно. Заболевания характеризируются усилением процессов катаболизма на фоне практического отсутствия инсулина. Повышение уровня глюкогонов, лазмии и неспособности панкреатических бета-клеток реагировать на все известные инсулиногенные стимулы. В соответствии инсулина три главных его ткани мишени. Печень, мышцы и жировая ткань. Не только перестают поглощать питательные вещества из крови, но и выделяют в ее свои запасы глюкозы. Аминокислот и жирных кислот. Нарушение метаболизма жира приводит к образованию и накоплению кетоновых тел. Таким образом, в этих случаях метаболический сдвиг характерен для голодания. Сохраняется и после приема пищи введенного инсулина вызывает обратимые изменения. Небольшая частота аутоиммунного сахарного диабета зарегистрирована в Скандинавии и Северной Европе. В Финляндии количество больных на 10 тысяч детей в возрасте 14 лет и меньше ежегодно достигает 37. В Швеции 27, в Норвегии 22, а в Великобритании 19. В Греции эта величина составляет 10, а во Франции 8. Удивительно, что на острове Сардиния сахарный диабет первого типа встречается столь же часто, что и в Финляндии. Хотя в остальных частях Италии, в том числе на острове Сицилия, его ежегодная частота не превышает 10 на 10 тысяч. В США ежегодно регистрируется в среднем 15 случаев сахарного диабета на 10 тысяч, население имеется в виду, детского населения. Причем часто это заболевание выше в тех штатах, в которых проживает большое число выходцев из Скандинавии, например, в штате Миннесота. Наименьшая распространенность сахарного диабета первого типа отмечается в Китае и некоторых регионах Южной Америки. Сахарный диабет первого типа может развиваться в любом возрасте, но чаще всего возникает у детей и молодых лиц. Максимум его частоты приходится на дошкольный возраст и повторно на возраст, близкий к периоду полового развития. У членов семьи больного сохраняется пожизненный риск развития сахарного диабета первого типа. Среди детей, матери, которые страдают с заболеванием, риск составляет 3%, тогда как при болезни у отца он достигает 6%. Среди СИПСов такой риск зависит от общих с больным гоплотипов лейкоцитарных антигенов. При общности одного гоплоцита риск составляет 6%, при общности двух возрастает до 12% и даже до 25%. Самый высокий риск существует для однояйцевых близнецов больного. В этих случаях конкодарность по сахарному диабету первого типа колеблется от 20% до 50%. В некоторых случаях у больных вначале сохраняется достаточное количество бета-клеток, что обеспечивает отсутствие кетоза. Но по мере уменьшения массы этих клеток, все же возникает потребность в экзогенном инсулине. Результаты определяются... Результаты определения антиостровковых антител у жителей Северной Европы свидетельствуют о том, что почти у 15% больных Сахарный диабет предположительно второго типа на самом деле имеет место легкая форма диабета первого типа. Латентный аутоиммунный сахарный диабет взрослых. Теперь, дорогие друзья, пришло время объяснять. И вот эта вот строчка... Значит, подождите, я сейчас к ней вернусь. Результаты определения островковых тел показывают, что, соответственно, у больных сахарного диабета предположительно второго типа на самом деле имеется место легкая форма диабета первого типа. В общем, вообще путаница про диабет первого и второго типа, она очень высокая. И путают второй диабет, и первый диабет, и меняют их местами. И многим, к сожалению, пишут в назначении, как с вторым диабетом они вовремя вводят, им инсулин, и там нехорошие последствия, так и наоборот. То есть, соответственно, там первый диабет обзывают, вторым тоже, соответственно, пока там не начнутся какие-то моменты нежелательные. Но если первый диабет, нам сложно перепутать в остром состоянии, потому что мы всегда наблюдаем кетоацидоз в анализе, да. Опять же, можно купить тест-полоски на кетоацидоз, на кетоны, посмотреть отдельные. В мочу их кладете, и все нормально, то есть даже дома. А вот с путаницей, именно когда второй диабет называют первым, стоит все интересней. Приведу клинический пример. Ко мне приходила пациентка, попала беременной в государственное учреждение, естественно, мы не будем говорить какого, но у меня даже выпуск был с ней на канале. Вот, беременной, значит, и терым-пырым ей там вводят лошадиную дозировку, значит, без расчета на глюкозу. Я читал все выписки, все заключения. Инсулина. Она теряет ребенка, к сожалению, и уходит, ну, достаточно проблемный второй диабет. Именно второй диабет. Да, у нее есть кетоацидоз, и при втором диабете тоже бывает кетоацидоз. Но это был именно второй диабет. Почему? Потому что мы на анализах не видим мутаций, и мы видим, что человек прекрасно справляется без инсулина вообще. То есть, и на него действуют, прекрасно работают диета, питание, гипогликлетические препараты, которые для второго диабета рассчитаны. И когда человек сидит на этой терапии жестко, он получает соответствующий результат, и глюкоза нормализуется. Вот чудо. Не надо никакого инсулина. Однако ей пишут первый. Дают с собой флакончик, соответственно, инсулина, даже не ультракорот. Или, ну, не помню, может быть, ультракороткого действия. И без учета того, что без расчета инсулина у нас рассчитывается на хлебные единицы, без школы диабета, без расчета на хлебные единицы, ей просто говорят, будешь колоть на ночь 15 единиц инсулина, и почему-то именно 6 единиц инсулина, что ли, что-то в этом районе, ей насчитали утром. Не помню уже, какой длинный был, ситуация была все-таки давно, инсулин, но тем не менее. То есть пациентка может у нас по-разному поесть, может, может вообще не поесть, может, ей вообще не объяснили, как работает инсулин. Пациентке лет 19, естественно, она в жизни вообще сама ничего не знает, не понимает, как что работает, тем более гормоны к медицине отношения не имеет. Гипанула, она гипанула, в общем-то, вот благо мы ее сняли с инсулина. Ну, и таких случаев полно. Вот эта путаница первого-второго, она заложена, соответственно, тем, что мы, как сказать, пытаемся определить диабет исключительно по клиническим симптомам. И что у нас в учебнике говорится, что оказывается, можно его определить по мутации гена, по аутоиммунным разным анализам, по антителам, и все это есть, все эти анализы. Дальше, конечно, мы будем говорить, что, какие, как, почему, но главное в голове зафиксировать, что если вы смотрите этот выпуск, потому что вы страдаете с сахарным диабетом, лучше перепроверить, а поставили ли вам первый правильно. Потому что со вторым, ну, как бы, если вам поставили второй, а у вас первый, скорее всего, все равно там клиника идет в большинстве случаев по нарастающей, вы это почувствуете, это не почувствовать нельзя. Вот. И с инсулином у нас проблем нет с назначением. Инсулин вообще дешманский, его бесплатно выдают в поликлиниках. А вот когда, чтобы не возиться со вторым диабетом, потому что это надо, чтобы пациент проходил школу диабета, объяснять про питание, назначать гипогликолитические препараты, их чередовать, ну, там сложное лечение, вы увидите, что второй диабет, он очень разнообразен. Это никто не будет, не хочет этим возиться, ну, то есть в госучреждениях. И проще дать вам инсулин, чтобы вы сидели на инсулине, у вас была пожизненно скорректированная цифра нормальная инсулином, даже написать, что у вас первый диабет, ну и все. А иногда и пишут, что и второй назначает инсулин, потому что по старым ГОСТам они могут так сделать. Ну, кетоацидоз увидели, могут так сделать, пожизненно посадить на, соответственно, вас на инсулин. И плевать, что кетоацидоз, ну, вообще, как бы можно снимать там другими препаратами, в том числе даже гепатопротекторы хорошо работают, если это невыраженный кетоацидоз, не острый, а там какое-то незначительное повышение кетонных тел и так далее. То есть плевать, вот вам инсулин, вы, пожалуйста, колите, мы в карту будем писать, что у вас глюкоза идеальная, мы вас на инсулин посадили и все. Гангрена, потом еще что-то, это будет уже другое заболевание, мы вас будем от другого лечить. А здесь мы отчитались, вы практически здоровы, мы купировали заболевание. Логика примерно такая. Что это позволяет? Это позволяет освободить кабинеты, в первую очередь, максимально, по той причине, что, конечно, такого пациента не надо наблюдать. Ты его научил пользоваться инсулином, дай бог, на хлебные единицы, а иногда и вот как эту девочку даже никто не научил. Ну, и все, и в путь, в общем-то. И, в принципе, да, несколько лет вы такого пациента не увидите. А если он передознется случайно инсулином и помрет, то очередь в кабинетах, ну, 100% освободится. То есть он уже к этому врачу точно не придет. У него будет последний врач, это патологоанатом. Поэтому вот как бы, ну, да, это грустно, но надо отдавать себе отчет, что на сегодняшний день у нас увлекаются инсулином в госучреждениях, прям увлекаются и очень часто дают при втором диабете. Иногда это оправдано, а в большинстве случаев это не оправдано. И кецоацидоз даже, который был у пациента, он там притянут за уши, какая-нибудь незначительная там единичка у него была, вот, где-то найденная, то была, то не была. Что это еще? Ему выдали инсулин и гуляй отсюда Вася, как говорится. Вторая пометка, которую я хотел бы сказать, мне очень дико приятно, я вот недавно узнал, что меня смотрит целая, соответственно, небольшая набралась группа, назовем ее так, людей, молодых, медицинских студентов, будущих врачей. Ну и, наверное, для них я сейчас расшифрую, потому что, может быть, для обывателя это не совсем нужно и понятно. Я не стал читать, здесь есть пункт учебники, генетика сахарного диабета первого типа. Потому что все это, на мой взгляд, если коротко мы хотим ознакомиться с самими заболеваниями, все это пока, соответственно, будет вода. Большинство людей, даже студентов медицинского, это не то, что не поймут, даже если они это поймут, это не будет решающим фактором в понимании базовых основ диабета, так как наша задача сегодня, голопом по Европам, по верхушкам ознакомиться, а не лезть в сложные метаболические процессы сразу сходу. И вот, чтобы по верхушкам ознакомиться, самое главное запомнить, что первый диабет – это всегда проблема с бета-клетками. Не говорится о инсулинорезистентности здесь, которая разрекламирована, которую мы всегда говорим с вторым диабетом. То есть здесь проблема с бета-клетками и, как правило, аутоиммунными реакциями. Что можно выявить на анализах? Ну, там есть анализы на аутоиммунные, соответственно, антитела. Дальше, может быть, я сделаю персональный выпуск анализа для диабета. Мы там подумаем, пишите в комментариях, надо, не надо. Но основная суть какая? Что для нас очень важно понимать, что диабет первый – это про бета-клетки история. И все. Вот когда, если мы, как с вами, потихонечку начинаем учиться, не залазя сразу в сложные структуры, вот можно это зафиксировать, на самом деле и все. Учебник мы, конечно, должны прочитать, прослушать, чуть-чуть ознакомиться для общего понимания. Ну, то есть генетика, аутоиммунка, бета-клетки. Такие вот три кита. Такие, так скажем, вот внесли себе в память столбцы. И дальше из этого, когда мы будем читать учебник, у вас будет уже просто устраиваться ассоциативно. Потому что, ну, первую ассоциацию, которую нужно проводить с диабетом первого типа, это, конечно, бета-клетки. Вот. Ну, то есть, что под бета-клетками я имею в виду? То есть, пожалуйста, все, что мы прочитали. Да? Вот. Не буду повторяться. Все изменения. Вот. Поэтому, поэтому не надо дальше путаться. Дальше вот здесь, соответственно, про генетику. Ну, что вот здесь идет? Процентные соотношения заболеваний больных. Вот. Потом, соответственно, факторы внешней среды. Значит, биохимия некая, вызванная генетическими нарушениями. То есть, в это все, ну, можно вдумываться на более поздних этапах изучения диабетологии, так скажем. А обычному пациенту можно и не вдумываться. Поэтому мы с вами, дорогие друзья, сейчас сразу перейдем ко второму диабету. А если у вас какие-то дифференцированные вопросы будут по первому диабету, вы, конечно, пишите. Мы сделаем, может быть, отдельный выпуск. Почитаем вот эту генетику, что-то еще изучим. Но для нас, повторюсь, самое главное зафиксировать, что первый диабет – это история про бета-клетки. И вот эту вот историю, что не надо путать второй диабет с первым. И не надо его ассоциировать исключительно с набором каких-то симптомов, как там, например, обыватели некоторые вообще ассоциируют. Вот типа, если есть лишний вес, значит, диабет есть. А если нет лишнего веса, то, значит, и диабета нет. Вот, то есть, у обывателя вообще только с весом все связано. Он же ничего не знает остального. Он вот слышал, что все диабетики якобы полные. А тем не менее, есть астеники с первым диабетом. Прямо жесткая астения. Почему? Потому что у него еще бета-клетки не померли. Я видел таких пациентов. Значит, у него все реакции иммунные положительные. Он замечательный, будущий такой ядерный диабетик. Ну, и вот у него масса тела снижается. Но при этом, соответственно, у него как бы и подкожжевая клетчатка может быть снижена. И при этом у него каких-то вот... Ну, как бы видно, что он такой дефицитный товарищ визуально. Но каких-то, особенно вот у женщин, когда они такие косметические, все намазанные-замазанные, там кожа вся замазанная-намазанная, можно и не увидеть вот этих специфических изменений, окраса кожи, да, пигментации специфической, которые вам дают классические советские еще учебники. Теперь мы можем это не увидеть. И можем пропустить первый диабет. Или второй диабет можем пропустить. Потому что это все замазывается, лица закалываются. Ну, косметология шагнула очень легко. Ну, далеко. И легко косметологам там приходишь. Мы с косметологом сейчас будем снимать видео. Там говоришь, я хочу убрать пятно. А они, бым, лазер. Это вот эта шляпа, это вот эта шляпа. Сейчас там вот кремом тебе помажем. И действительно все это уходит. Ну, безусловно, с одной стороны, это хорошо. Это повышает уровень жизни, особенно женщин. А с другой стороны, если она имеет какое-то заболевание, мы его вообще можем не увидеть, потому что вот такая клиника. Для чего это я это говорю? Что в современном обществе, дорогие друзья, только анализы, только хардкор. И не надо искать эту вот клинику, такую выраженную, как по учебнику. Она не всегда может быть. Вот. Ее надо знать, но она не всегда может быть. И не надо как-то усиленно в это заковыриваться, чтобы потом не говорить, ой, да у него не было клиники, оказывается, вот он болеет, а я и не знал. То есть надо происследовать в первую очередь пациента. Или если вы у себя что-то подозреваете, происследовать, и все будет хорошо. Вот. Ну, наверное, раз уж я сказал происследовать, да, в первую очередь, что исследуется инсулин, глюкоз, гликированный гемоглобин, цепептид, вот, проинсулин, как вариант. И, соответственно, делается у нас специфический анализ на антитела ГАД. Ну, я о нем сниму, соответственно, отдельный выпуск. Я думаю, что мы поговорим, ну, не только о нем, а вообще анализах при диабетах. Вот. И научимся их дифференцировать. Ну, история вот примерно такая с диабетом. Ладно, я заболтался. Переходим ко второму. Сахарный диабет второго типа, ранее называвшийся инсулино-независимый, характеризуется инсулино-резистентностью и относительной, а не абсолютной недостаточностью инсулина. Это очень важно. С США на его долю приходится 80-90% всех случаев диабета в России тоже примерно так же. Диабет этого типа обычно диагностируется у лиц старше 40 лет с той или иной степенью ожирения. Для таких больных инсулинотерапия не является жизненно необходимой. Хотя со временем секреция инсулина у них нарушается и у многих возникает потребность в экзогенном инсулине. У многих, но не у всех. И как мы с вами говорили, на сегодняшний день, именно вот ближайший последний прям год появилось огромное количество современных гипогликолитических средств, позволяющих лечить второй диабет. И выходят ежегодно новые средства. Для этого проблема очень острая. Поэтому я бы сказал, что на сегодняшний день, да, это утверждение верно, но мы должны всеми силами стремиться использовать современные средства, чтобы не использовать экзогенный инсулин для пациентов с диабетом второго типа. Китос в этих случаях развивается редко. Только как следствие тяжелого стресса, травмы или инфекции. Характер первичного дефекта при сахарном диабете второго типа остается неизвестным. Нечувствительность ткани к инсулину, характерную для большинства больных, независимых от их веса, относят на счет нескольких различных факторов. Таблица 8 и 7, сейчас мы ее скоро увидим. Включаем гипотетический, генетический фактор, активность которого возрастает в таких провоцирующих инсулинорезистентность условиях, как возраст, сидячий образ жизни и абдоминальное, висцеральное ожирение, кроме того, сахарный диабет второго типа сопутствует снижение секреции панкреатических бета-клеток на глюкозу. Генетический дефект усугубляется с возрастом вследствие постепенного замещения бета-клеток амилоидными отложениями. Хроническая гипергликемия развивается в таких условиях, способствует как формированию инсулинорезистентности тканей, так и нарушению реакции бета-клеток на инсулин, снижению уровня глюкозы в крови и в какой-то степени повышает чувствительность ткани к инсулину и его секреции. В ответ на глюкозу сахарный диабет второго типа часто остается не к диагностированным на протяжении многих лет, поскольку гипергликемия развивается медленно и вначале остается бессимптомной, однако, несмотря на столь мягкое течение диабета, он сопряжен с высоким риском макро и осложнений. Здесь что-то накосячили, пропустили слово. Короче говоря, дорогие друзья, макро-микро осложнений, гиперхолестериномия, нарушения сердечно-сосудистой системы, гипертонии, в общем, повышение массы тела, ожирение как отдельное сопровождение и без ожирения, нарушение всех метаболических процессов, которые будут, соответственно, далее озвучены. Все это опасно, потому что, еще раз повторюсь, вы можете лечить годами человека от гиперхолестериномии, как там в поликлиниках бывают, назначают статины, а у человека второй диабет. Пролечите его, пожалуйста, от диабета, и, возможно, лечение в гиперхолестериномии вам больше не понадобится. Факторы, снижающие реакцию тканей на инсулин. Это вот таблица, которую мы с вами хотели рассмотреть. Аутантитилак, рецептор инсулина, снижающая регуляция рецепторов в условиях гиперинсулиномии. Ну, вот это вот прям очень важно. Гиперинсулиномия – это основной фактор. Я прям, если вы где-то что-то фиксируете, и это прям красным зафиксировать. Первичный гиперинсулинонизм, бета-клеточная аденома, вторичный гиперинсулинонизм, обусловленный пострецепторным дефектом, ожирением, синдромом Кушинга, акромегалией, беременностью или длительной гипергликемии. Сахарный диабет – тест на толерантность к глюкозе и прогестерон. Сюда же добавлю, в том числе и во время беременности, вообще повышение прогестерона, пролактина может быть, это естественная инсулина, а вот у мужчин, когда прогестерон и пролактин повышен, у нас в частности, соответственно, мы можем наблюдать тоже, соответственно, гиперинсулинонизм, но как бы вот эти моменты, факторы, если уберем с прогестероном и пролактином, то вот чудо, уже часть проблемы или вообще проблема себя исчерпывает. Далее, пострецепторная инсулинорезидентность, снижение чувствительности основных органов мишени, ожирения, заболевания печени, недостаточная мышечная активность. Ну, недостаточная мышечная активность, на самом деле, я знаю очень много людей, кто просто декомпенсирует даже второй диабет за счет мышц, то есть, и как бы вот, ну, это не очень хорошо, с одной стороны, потому что сулинорезидентность надо пролечить, но как бы вот они его, так скажем, вообще не ощущают. И, в общем, это важный фактор. Если у вас будут развитые мышцы, то бороться с диабетом будет проще, потому что человека, у которого развитые мышцы, пролечить бывает, там, отменить диагноз само второй диабет, это дело там пару месяцев. Вот, значит, избыточные гормоны, клюкокортикостероиды, добро пожаловать, дексаметазон в истории, истории после всех хирургий. Наиболее, я как рассказывал, истории в группе риска, это люди, которые лечатся от ларингологов, вот эта вот вся ларингология, когда они очень любители использования кортикостероидов, я не знаю, может быть, это действительно необходимо в парадигме ларингологии, возможно, вполне. Но на выходе мы имеем уже, соответственно, гормонального пациента, ну, диабетического в частности, и, соответственно, должны его лечить. Пероральные контрацептивы, прогестерон, а я думал, здесь будет не указан прогестерон, а здесь указан прогестерон. Видите, то, о чем я говорил, хронический самотропин человека, ну, про гормон роста, мы, дорогие друзья, с вами говорили, он может быть повышен в результате, допустим, каких-то эндогенных событий, ну, допустим, нового образования гипофиза, а может быть повышен, потому что вы качок, вы решили себе экзогенно вести гормон роста. Значит, катехоламины, тероксин, ну, короче говоря, там нарушение щитовидной железы, генетика сахарного диабета второго типа изучена недостаточно, хотя предрасположенность к нему во многом зависит именно от генетических факторов. Это связано, по всей вероятности, с гетерогенной природой заболевания и трудностью вычленения роли приобретенных факторов, влияющих на секрецию инсулина и регуляции гликемии, дорогие друзья. Ну что ж, дорогие друзья, выпуск и так затянулся у нас немножко. Я хотел сделать его покороче. Были жалобы, что слишком длинные выпуски, поэтому вы уж мне напишите, пожалуйста, в комментариях, действительно ли это так, длинные ли выпуски, или все в порядке. Мы с вами обязательно, соответственно, разберем в следующих выпусках все виды второго диабета. Сейчас вот мы немножко определились от чего и почему он бывает. Соответственно, еще раз проговариваю для студентов, так скажем, что в голове, какой главный маркер поставить, что зафиксировать. Первый диабет равно бета-клетке проблем, то бишь с ними. Второй диабет, основная проблема, это нарушение чувствительности клетки к инсулину. По-другому своим пациентам я объясняю. Вот у нас есть замок. И замок заржавел. Ну, то есть, чтобы как-то вот ассоциацию провести. И вот мы вставляем ключ, и если он чуть-чуть заржавел, то ключ проворачивается, ну, там, туговато, но проблем не вызывает. Потом он уже сильнее замок заржавел. Поджелудочная железа, соответственно, выделяет больше инсулина. Раз выделилось больше инсулина у нас, то давление на этот ключ, чтобы открыть клетку, стало больше. Как если бы мы в замке давили на этот ключ, ну, то есть, с большей силой. Потом можно также абстрагироваться и представить, проходит энное количество времени, с каждым разом вы на ключ давите все сильнее, пока вы этот ключ в замке не сломаете. Конечно, аллегория со сломанным ключом – это, наверное, аллегория вообще с тем, как диабет ломает метаболизм. То есть, не нужно воспринимать буквально, что именно инсулин клетку сломал. Были у меня тоже такие случаи, когда я объяснял студентам. Но суть такая, что именно то, что не может проникнуть глюкоза в клетку, поджелудочная выбрасывает больше на это инсулина. Клеточка к этой количеству инсулина садаптировалась, и потом ей надо еще больше. И это такой замкнутый круг. Вот. И это классика, с чем, если вы будете наблюдать таких пациентов, с чем чаще всего приходится встречаться. Есть и другие, более сложные моменты, метаболические синдромы и прочее, что, конечно же, мы будем обсуждать. Все зависит от количества ваших просмотров, ваших комментариев, соответственно. Поэтому все, в общем, от вашей активности. Пишите ваши вопросы, и на них будут ответы. Также смотрите прямые эфиры. Кто не знает, я там отвечаю на самые интересные комментарии. И кто не знает, на канале тысяча видеороликов. И, возможно, информацию даже о диабете, которую вы ищете, еще что-то, она есть на канале. Может быть, она вот без учебника, да, и, соответственно, там что-то с папмедой опубликовал, что-то еще. Но, в общем, много занимательной информации вы можете найти, где-то был анимированный у меня ролик с мультипликацией из инсулино-резистентности. Там клеточки нарисованы, всякое такое. Я объяснял, как это работает. Поэтому, в общем-то, все это есть. И ни на одном этом видео, так скажем, зацикливаться не надо. Оно вводное. Надо понимать, что у него будет продолжение. И также, в каком-то смысле, у него есть предшественники этого видео, где тоже можно подчеркнуть полезную информацию. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели этот выпуск. Обязательно пишите внизу в комментариях ваши вопросы, о чем еще вы хотели бы узнать на моем канале. Также не забывайте, что благодаря ваших комментариев я снимаю и придумываю темы для новых выпусков, дорогие друзья. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok